Дорогие друзья, давайте начинать. Меня зовут Александр Суровцев. По традиции я провожу наши вебинары, на которых мы знакомимся с новинками, которые появляются в WebSoft H7. Сегодня мы поговорим про так называемые скины. Мы уже несколько раз об этом говорили в прошлом году, в конце прошлого года, и в этом году частично коснулись. Сегодня мы посмотрим, что уже готово и какие у нас планы, как с этим работать. Конечно же, запись вебинара будет, она будет доступна чуть позже на нашем портале. Как вы помните, мы говорили о том, что WebSoft H7 обзаводится набором сменных скинов, или шкурок иногда их называют, которые можно сменять достаточно быстро, без дополнительных усилий, без дополнительной верстки, без программирования, и выбрать тот скин, который вам понравился. Для тех, кто не присутствовал на наших прошлых вебинарах, напоминаю, что эти скины разрабатываются с помощью нашего нового конструктора, который называется «Редактор страниц». Он входит в поставку WebSoft H7, не требует дополнительной лицензии, и как раз позволяет создавать произвольные карточки, произвольные страницы или целые скины, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, вкратце, о «Редакторе страниц», что «Редактор» позволяет создавать и статические, и динамические странички. Для динамических страничек можно использовать выборки и удаленные действия. Все интерфейсы, все странички, все виджеты прекрасно адаптируются ко всем экранам устройств, к мобильным в том числе. Все это прекрасно работает, не потребуется выполнять двойную работу для адаптации. И так же, как и любые объекты в WebSoft H7, для таких страниц, для таких виджетов можно настроить персональные права доступа, чтобы наш портал работал гибко для разных категорий пользователей. Сами по себе скины – это уже готовые странички, либо несколько страничек, либо все карточки портала. То есть, это уже готовые элементы интерфейсов, либо полноценные интерфейсы, которые можно брать и использовать. Скины будут входить в дистрибутивы в WebSoft H7. Пока у нас есть один скин, скин номер один, который уже готов, но мы его продолжаем развивать. Он будет иметь несколько вариантов для настройки, поэтому каждый скин будет иметь некую вариативность. То есть, внутри скина можно что-то будет еще поменять, так как вам нравится. Мы планируем выпускать в каждом релизе новый скин. В каждом релизе в WebSoft H7 будет встроен новый скин. Потом по мере продвижения каждый скин будет также обзаводиться дополнительными конфигурациями и настройками. И важный момент, что для всех скинов, которые есть в WebSoft H7, используются в принципе одни и те же коллекции. То есть, здесь речь идет о том, что меняется только внешний вид портала, а все функции, все каталоги, поля, которые в каталогах или поля объекта, они в принципе все будут одни и те же, то есть универсальны. Мы просто меняем внешний вид. При этом никто не запрещает использовать, конечно же, свою коллекцию для того, чтобы создать кастомную страничку. И так как мы говорим о том, что внутри скина можно будет менять некоторые параметры, некоторые настройки, то предполагается интерфейс как раз для модификации вот этих основных ключевых параметров. То есть, каждый виджет можно настроить в редакторе страниц индивидуально, просто как это мы делаем, заходим в редактор, каждый параметр выставляем вручную, либо мы будем использовать глобальные переменные для всех виджетов или для определенного пула виджетов. Пока вот с этим последним пунктом немножко сегодня будет сложно, потому что готов только бэкэнд, фронтэнд пока не готов, поэтому как это будет выглядеть в интерфейсе мы сегодня, к сожалению, не увидим, но планы именно такие. То есть, для одного скина регулируется какой-то общий набор параметров. Цветовые схемы, размеры шрифта, цвет шрифта, ширина, окон и так далее. Все основные параметры. Сейчас, на текущий момент, мы говорим, что существует скин один. Мы его видели уже на предыдущих вебинарах. Он практически готов, но мы продолжаем его развивать. Мы не хотим останавливаться на том, что есть. И сейчас у этого скина есть несколько вариантов отображения. И пока здесь, конечно же, в основном стоит говорить о двух вариантах отображения стартовой страницы, то есть главной странички портала. Вот сейчас на скриншоте мы видим новый стиль отображения главной страницы. Сейчас это выглядит вот так. Если вы присутствовали на наших предыдущих вебинарах, то вы видели, наверное, предыдущий вид главной странички, которая входит в этот скин. Это выглядит вот так. Если мы пройдем дальше по порталу, на котором установлен новый скин один, то мы увидим, что изменения претерпели практически все карточки. Это и личный кабинет сотрудника. Теперь он выглядит вот так. Мы полностью его перекомпоновали. То есть мы говорим о том, что коллекции в основном остались прежними, но кое-где мы что-то добавляли, если каких-то данных нам не хватало. Но, тем не менее, мы говорим о том, что данные у нас все те же самые, но внешний вид этого раздела, этой странички, он другой. Теперь он выглядит вот так. Здесь из особенностей можно подчеркнуть то, что существенно претерпело изменение меню, которая в карточке пользователя находится. Теперь она выглядит вот так. И для того, чтобы в таком динамическом режиме у нас изменялся список «Мои задачи» в нижней части, есть ряд кнопок, которые здесь представлены в разных цветах, и все эти кнопки активными. Ну, то есть, на наш взгляд, стало гораздо красивее. Следующий раздел – это уже… Следующий слайд – это уже более предметно. Мы рассмотрим разделы личного кабинета. Например, теперь список заявок у нас выглядит вот таким образом в виде тайлов. Если вы помните, что в предыдущем демо-наполнении, когда мы еще не говорили про смену интерфейса, у нас список заявок представлял из себя просто простой, скучный список. Теперь мы это немножко переиграли, теперь это выглядит более презентабельно, более красиво для сотрудников и для руководителей. Дальше, перемещаясь по личному кабинету, мы увидим, что изменения коснулись всех разделов. Это и списки обучений, назначенные курсы, тесты, каталоги вот этих разделов, информеры, планы обучения. Все это, если мы сейчас пройдемся, посмотрим скриншоты, мы увидим, что в том или ином, в той или иной степени все это, конечно же, изменилось. Например, на этом слайде мы видим то, что видит сотрудник в личном кабинете, когда заходит в раздел развития карьеры. Здесь он видит свои возможные карьерные маршруты, возможные карьерные планы и согласованные карьерные планы и может на это влиять. То есть на свое продвижение в компании сотрудник может влиять и в своего личного кабинета. Если здесь же, в этом же разделе, мы перейдем на вкладку «Согласованный карьерный план», то мы увидим, что открывается некое, ну, не дерево, да, а карты, где сотрудник видит свои этапы для развития карьеры, которые ему нужно пройти. Кликая на каждый из этих блоков, блоки подкрашиваются разными цветами и возникает такое дополнительное всплывающее сообщение, где представлена более подробная информация о том или ином этапе развития карьеры. Здесь, пока мы не перешли к следующему слайду, стоит сказать, что, наверное, вы уже видели эти виджеты, когда мы рассматривали новинки очередного релиза, наверняка мы об этих виджетах уже говорили, что в редакторе страниц появился новый виджет карты или какой-то другой виджет. Для того, чтобы скомпоновать скин один, как раз эти виджеты и используются. Только они в редакторе представлены в таком разрозненном виде, нами они объединены в логичную структуру, которая называется личный кабинет сотрудника, либо панель руководителя, либо главная страница, либо полностью портал WebSoft.HCM. То есть, из этих всех виджетов, которые вы тоже можете использовать, мы создали такой логичный объединенный интерфейс. И когда мы пойдем дальше, будем смотреть следующие слайды, вы опять же увидите подтверждение моих слов. Продолжаем путешествовать по личному кабинету сотрудника. И здесь мы видим, что появился дополнительный раздел, который называется «Мои резюме». Сотрудник может создать новое резюме, сохранить его и при необходимости редактировать. Также в личном кабинете для сотрудника представлен такой, можно сказать, дэшборд информации о его оценочных кампаниях. Все процедуры оценки, в которых он участвовал, здесь будут отображены в виде диаграмм, на которых будут видны, собственно, те данные, которые были сформированы в результате оценочных процедур. То есть, например, информация о его компетенциях. Следующий раздел, о котором тоже стоит подробно сказать, это кабинет руководителя, то есть панель руководителя по-старому, как мы и раньше говорили. Появился кабинет руководителя, в этом скине он называется именно так. Этот раздел скомпонован совершенно по-новому. Мы видим, что, опять же, этот раздел представляет из себя дэшборд, для того, чтобы руководителю было сразу удобно перейти в раздел и увидеть основную информацию о его подразделении. То есть, достигают ли подразделения целей вот эти линейные диаграммы. Обращаю ваше внимание, что появилась возможность ставить поручения сотрудникам. То есть, в личном кабинете можно сформировать произвольное поручение для того и иного сотрудника. Ну и более предметно, более удобно мы скомпоновали сюда набор информеров, набор показателей, которые отражают ситуацию по его подразделению. Набор показателей может здесь меняться, то есть, набор информеров может меняться. По умолчанию он такой. Но, когда мы говорим про скины, мы должны помнить, что это механизм, который позволяет гибко управлять интерфейсом. И скин, который идет в поставке, который идет в комплекте в WebSoft HCM, вполне подлежит модификации со стороны администраторов. То есть, даже если мы не говорим о том широком наборе параметров, который позволит редактировать общие стили, то всегда любой скин, любой его компонент, любая страничка вполне себе подлежит модификации с помощью редактора страниц. Поэтому набор тех или иных элементов, он не жестко зашит в скин, их можно редактировать. Не уверен, что это нужно, потому что мы постарались наиболее оптимальным образом подобрать сюда те же информеры. Но, тем не менее, такая возможность есть. Если мы проследуем дальше по кабинету руководителя, то мы увидим, что появился такой раздел, который называется «Таймлайн». Это история подчиненных сотрудников. То есть, мы можем посмотреть активности сотрудников в привязке к времени выполнения этих активностей. То есть, на какой-то временной шкале мы можем перемещаться с помощью стрелок вперед и назад, отматывая нашу историю назад в прошлое, например. Мы можем выбрать, какую именно информацию мы хотим посмотреть, что наши сотрудники предпринимали. И если мы нашли интересующую нас информацию, то кликнув на какой-либо баллун, шарик, у нас откроется карточка с более подробной информацией, что же делал сотрудник. Ну, например, он проходил электронное обучение. Кто это был, какая была дата, какая была оценка. Этот таймлайн встроен в кабинет руководителя. Если мы входим в нашу привычную, как по-старому называлась панель руководителя, и прокручиваем мышкой колесико вниз, то у нас этот таймлайн открывается. Структура подразделений выглядит немножечко по-другому. Если вы помните старую панель руководителя, то у нас там было дерево. Сейчас мы в этом скине перешли на вот этот виджет, который называется «Карты». Это та же структура, только выглядит немножко по-другому. И мы можем переключаться с помощью табов между именно структурой и между списком сотрудников. Ну, нам здесь для этой презентации была интересная именно структура, как это выглядит. Список сотрудников – это практически то же самое, только немножечко другие тайлы, и нет таких явно выведенных связей. Появилось в кабинете руководителя, появился список новичков, новых сотрудников, которые приняты на работу. Отображаются все новички, которые проходят программу адаптации. И помимо того, что мы видим просто список, мы можем всегда кликнуть на того или иного сотрудника, на тот или иной тайл, и попасть в его программу адаптации, посмотреть, как же он нашу адаптацию проходит. Так же, как и с остальными разделами, программа адаптации претерпела изменения. Мы видим, что это тоже некий дэшборд. Он тоже содержит в себе ряд информеров, которые быстро позволяют понять руководителю, что же у нас происходит с конкретным пользователем. Появилась в кабинете руководителя дополнительная вкладка, которая называется «Пул талантов». На этой вкладке мы видим наших потенциальных преемников на ту или иную должность. Отображаются наши преемники в виде тайлов. И здесь стоит обратить внимание на то, что типы кадрового резерва могут быть здесь разные. Они здесь также отображаются. И, соответственно, мы всегда можем понимать, есть ли у нас человек готовый заместить ту или иную стратегическую должность, к какому типу кадрового резерва он относится. И мы можем добавить своего, если необходимо, своего резервиста сюда. И следующий момент – это подбор… План преемственности, прошу прощения. Мы как раз, апеллируя к предыдущему слайду, можем добавить своего преемника, если необходимо, на ту или иную ключевую должность. Вручную выбрать сотрудника из списка, указать какие-то дополнительные параметры, например, уровень его готовности, потенциал развития, ну и сохранить эту информацию. И следующий шаг – это подбор сотрудников. Прямо из нашего кабинета руководителя мы можем сформировать заявку на подбор сотрудника, на подбор персонала. и, соответственно, отправить ее. Здесь же появилась кнопка, которая называется «Перейти к подбору кандидатов». И при ее нажатии откроется уже интерфейс ЕСТАФа, веб-интерфейс ЕСТАФ, с помощью которого мы можем работать уже непосредственно с кандидатами, с вакансиями и выполнять какие-либо события в отношении наших кандидатов. Ну, то есть, очень все это здесь похоже будет на плавный бесшовный переход. Откроется новая вкладка с веб-интерфейс ЕСТАФ. При необходимости это можно использовать. Теперь, когда мы посмотрели кабинет руководителя, здесь следует сказать несколько слов о других разделах портала, ну, например, о каталогах. Здесь на этом слайде у меня представлен каталог новостей, но, конечно же, скин 1 включает в себя новый интерфейс для отображения любых каталогов, будь то новости, курсы, тесты, списки разнообразные. Новый скин 1, он содержит дополнительные возможности для настройки отображения внешнего вида каталогов. Ну, на примере у нас это выглядит вот так, на нашем скриншоте. Да, и здесь несколько слов хочется сказать о том, что есть, конечно же, основные разделы портала, о которых мы уже поговорили. Это личный кабинет, панель руководителя, главная страничка. Ну, конечно же, остаются дополнительные вспомогательные разделы портала, ну, вот именно в прямом смысле разделы портала, которые содержат, включают в себя какие-то списки объектов. Конечно же, они тоже должны выглядеть соответствующим образом и использовать те же стили, что и весь портал. И каталоги будут выглядеть вот так. В скин 1 также подверглись изменения виджеты, которые участвуют в настройке геймификации на портале. Виджет, например, виджет лидеры теперь также выглядит вот так. И все это используют, эти виджеты используют те же стили, что и кабинет руководителя, что и панель, что и личный кабинет пользователя. И следующий виджет – это MyBage. Он теперь выглядит вот так. А теперь, наверное, закономерный вопрос. А как же все это настраивать, использовать? Что делать простому администратору, чтобы наконец-таки самому попробовать на своем портале включить этот скин? И здесь наша политика такая, что скин – это, по сути, сайт. Вы прекрасно знаете, что в WebSoftHCM можно создавать неограниченное количество сайтов. Они могут отличаться друг от друга, могут не отличаться. Это не так важно. Но когда мы говорим про скины, то мы говорим о том, что для каждого скина существует своя карточка сайта. При обновлении в WebSoftHCM у вас будут появляться карточки сайта в разделе «Портал». Ну, то есть, появился новый скин, он выпущен в релиз, вы обновили в WebSoftHCM, у вас появился этот скин и появилась карточка сайта. Как его включить? Очень просто. Мы можем перейти в карточку «Узла». Узлы у нас находятся в блоке системной администрирования. И просто выбрать в нужном нам узле тот или иной сайт. Ну, просто с помощью нескольких кликов. Как только вы это сделаете и сохраните карточку «Узла», у вас на вашем портале сразу применится нужный вам скин. Конечно же, следует, наверное, сначала попробовать на узле, который не виден всем пользователям. То есть, можно попробовать включить его, посмотреть самому, показать коллегам. Если нас устраивает скин, но требуется что-то в нем немножечко поменять, то это тоже можно сделать. И как только у нас наш новый скин полностью вас устраивает, вы можете его включить для основного сайта с помощью двух кликов мыши. Помимо скин 1, который, еще раз повторяю, мы продолжаем развивать, и он обзаведется дополнительными возможностями для настройки каталогов и главной страницы, мы уже начали работу над последующими скинами. Например, сегодня мы готовы показать, как будет выглядеть скин 2. Тот скин, который выйдет, наверное, в следующем релизе, не в апреле, а вот уже, наверное, летом. Вот, собственно, главная страничка, как он будет выглядеть. Пока мы над этим скином только работаем, поэтому подробно рассмотреть его сегодня не получится, но вот некоторые скриншоты уже есть. Вот таким образом выглядит карточка сотрудника. Еще раз повторяю, что используются одни и те же коллекции, которые возвращают нам одни и те же данные. Разница здесь только во внешнем виде, в дизайне портала. Поэтому, по сути, это та же карточка сотрудника, но совсем в другом стиле. Таким образом выглядит панель руководителя. И таким образом выглядит, ну, пока здесь каталог тестов представлен. То есть, таким образом, одним из таких, одним из видов каталогов будет именно такой вид. Любых каталогов, не только тестов. И помимо скин 2, мы начали работу над скином 3. И он, наверное, прекрасно подойдет пользователям, которые любят темные темы. Выглядит этот скин вот так. Таким образом, тоже есть несколько, несколько скриншотов основных разделов. Вот так выглядит личный кабинет сотрудника. И вот так выглядит панель руководителя. На этом про скины пока все. Здесь, в заключении нашей презентации, хочется сказать, что, ну, конечно же, если мы возвращаемся к редактору страниц, то в редакторе мы найдем полный список, полный список, скажем так, компонентов нашего скина. Ну, например, это любая страничка, любой виджет. И здесь хочется отметить, что, ну, вот есть некий список наших страничек, да, здесь он представлен. У каждого такого компонента скина, то есть, например, у главной странички есть код, и этот код является модом. Если вы часто настраиваете портал, то вы знаете, что такое мод. Поэтому, какой вывод отсюда следует? Вывод такой, что мы можем, зная код отдельного компонента скина, мы всегда можем открыть его на портале. Что это значит? Это значит, что мы можем использовать не весь скин, а только отдельные его компоненты. Например, нам нравится карточка сотрудника, мы хотим оставить свой предыдущий дизайн, но при этом включить на портале карточку сотрудника из нового скина. В настройках портала мы прописываем нужный нам мод, и карточка начинает открываться уже новая из нашего нового скина. Таким образом, не обязательно нам использовать целый скин целиком. И второй момент. Второй момент. Мы можем использовать в одном и том же скине разные карточки. Например, есть три скина, есть три каталога с курсами, например, с электронными курсами. На три каталога. Для новых сотрудников, для работающих сотрудников и для руководителей. Мы можем настроить таким образом, чтобы для каждого из этих каталогов открывались разные карточки курсов. Либо кастомные карточки, либо те, которые входят в наши стандартные скины. Для этого нам достаточно перейти в блок дизайнер типа страниц и выбрать у той или иной странички нужный нам дизайн. Сейчас я выделю на скриншоте. Если вы видите, то мы находимся в блоке дизайнер типа страниц. Типа страниц здесь относится к категориям, которые соответствуют названию скина. И если мы перейдем в карточку какого-нибудь нашей странички, например, карточку курсов, то мы можем привязать ее к нашему дизайну. Мы можем привязать ее к существующему дизайну, который сейчас у нас на портале работает. При этом, обращая внимание, что должен быть установлен чекбокс по умолчанию. Это значит, что карточка активна. И второй момент, то, о чем я хотел сказать, это то, что из разных каталогов мы можем открывать разные карточки, которые относятся к разным скинам. Сделать это, с одной стороны, просто. Нам достаточно в адресной строке в ссылку прописать нужный нам мод. Помните, мы двумя слайдами ранее говорили, что каждая страничка имеет свой код, который равен моду. То есть, на портале это сделать достаточно просто. Нам необходимо просто в адресную строку добавить нужный нам мод. Но, таким образом, мы можем заменить карточку. Просто заменить карточку, например, курса. А вот, чтобы использовать одновременно три разные карточки курса из разных каталогов, такая ситуация тоже возможна. Нам достаточно в редакторе страниц для какой-то карточки курса, например, добавить сюда к нашей ссылке добавить сюда текст с подстановками. Таким образом, у нас в нашу ссылку, которая формируется автоматически, будет добавлен нужный нам мод. Нужный нам мод. То есть, таким образом, для одной странички мы в ссылку добавляем еще один маленький элемент, который позволит нам открыть именно уникальную карточку. Либо ту, которая входит в скин, либо свою кастомную. На этом мой монолог закончен. Я рассказал все, что у нас сейчас пока готово и что можно использовать. Напоминаю, что скин 1 уже вошел в дистрибутив от 4 квартала 2020 года. Дополнительные возможности скин 1 будут представлены в последующем обновлении от 1 квартала 2021 года. Скорее всего, в этот же релиз войдет часть новых доработок для скин 2 и скин 3. Но однозначно скин 2 и, наверное, скин 3 полностью войдут уже в летние обновления. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Пожалуйста, задавайте. Райнур задает вопрос. То есть, для одного и того же сайта нельзя будет переключать скины. Но я уже ответил частично Райнур, что либо мы переключаем жестко скин 1, скин 2, либо вручную настраиваем использование различных компонентов из разных скинов. Мы это уже проговорили. Когда скины станут доступны в релизах? Об этом я сказал, что у нас скин 1 уже вышел в прошлом релизе, и его расширенная версия будет выпущена в ожидающемся релизе в апреле. Андрей задает вопрос. То есть, скин – это теперь не составная часть сайта в поле дизайн. Скажем так, давайте так ответим. Дизайн, дизайн, скин входит в дизайн. Скин, ну, дизайн – это более широкое понятие, скин – это более узкое понятие. Когда мы говорим про дизайн портала, то это дизайн в целом, с помощью скина этот дизайн можно конфигурировать, либо заменить полностью, либо конфигурировать более тонко, изменяя части скина. Например, одну карточку скина. Это не влияет, если мы меняем одну или несколько карточек скина, это не влияет на дизайн целиком, это влияет на нужный нам раздел, например, каталог, например, карточка курса, карточка сотрудника. Мария задает вопрос для каждой страницы, можно будет выбрать разный скин, или если я выбираю конкретный скин, то он применим на все страницы. Вот то, о чем я говорил, отвечал Райнуру, мы можем либо полностью для портала включить новый скин, либо вручную выбрать его компоненты и включить их для нужных нам разделов, для каталогов, для курсов, для сотрудников. Юлия задает вопрос, где найти редактор? Редактор встроен в WebSoft.HCM, он доступен по ссылке на вашем портале, я просто боюсь сейчас ошибиться, я давайте в чат эту ссылочку направлю, чуть-чуть попозже, то есть настраивайте для пользователя определенные права, переходите на вашем портале по определенной ссылке, редактор открывается. Да, ну вот Траймур уже ответил. Добрый день, есть ли инструкция по настройке скина, потому что техподдержка внятно не может ответить, как его настраивать и вообще, где его искать. А, Алена, боюсь, что на текущий момент предметной инструкции наверное нет, ну, отдельной, особенной, да, мы эту инструкцию в ближайшее время конечно же добавим, она на нашем портале в документации появится. Да, 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 конечно же нет, смотрите, мобильное приложение оно тоже построено частично с использованием редактора страниц, но когда мы говорим про скины, то мы говорим про мобильный портал, не про мобильное приложение. Скины к мобильному приложению не имеют такого прямого отношения, мы используем только компоненты и их конечно же можно настроить вручную, но при применении скина Этот скин не применяется к мобильному приложению Хорошо, коллеги, если вопросов нет, я предлагаю на этом закончить Если у вас вопросы появятся попозже, пишите нам Либо мне, либо в нашу техническую поддержку Мы обязательно ответим Запись вебинара будет выложена на нашем клиентском портале в ленте новостей сегодня Поэтому, пожалуйста, скачивайте, смотрите Мы обещаем развивать эту технологию со скинами Мы обещаем развивать те скины, которые есть и придумывать новые Поэтому, наверное, в течение этого года их появится побольше Они будут обладать большим количеством настроек И мы также надеемся, что наши партнеры также будут создавать скины Которые можно будет скачать в пакете и установить Это, конечно же, позволит применять более широкий спектр настроек для дизайна вашего портала На этом все Спасибо за внимание До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!